Я не волшебник, а только учусь. В магазине Хобби ДНЮА всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров, как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Хобби ДНЮА – это твои увлечения. Попробуйте новую версию сайта. Вас ждет новый дружественный интерфейс, удобная навигация, огромные арты, возможность поделиться своими фото готовых работ, комментарии покупателей. Ссылка на новый сайт внизу в описании. Всем, друзья, большой привет. Начинаем заканчивать с интерьером нашего дома. Переходим к первому этажу. Первый этаж у меня самый такой, на данный момент, для меня даже еще загадочный. Я толком еще не сильно представляю, что я там хочу. Какие-то элементы в голове сложились, а как это будет все вместе, я не знаю. Но начнем потихонечку делать, а там все будет видно. Начну я со стола и стульчиков. Вот он, наш будущий стол. Здесь буквально раз, три, четыре, пять, восемь деталек. Десять, да? Десять деталек. Сейчас я все быстренько подочищаю, склею и покажу вам готовый столик. Ребят, оказалось бы столик, ничего такого сложного нет, но, блин, поработать с ним придется. Во-первых, круг, по-моему, не совсем круглый. Немного есть у него как-то овальная форма. Но с ним ничего делать не буду. Во-вторых, видите, здесь щель. То есть, если бы его строить таким, как есть, то с ним пришлось бы шкурить, шпаклевать, снова шкурить, вводить его под ноль, убирать эту щель. Этот стык полностью. Но, я этим делом заниматься не буду. Я сделаю по-хитрому. Я сверху накрою это дело скатертью. Поэтому, с этим я, ну, как есть, так и есть. Здесь хочу показать тоже. Видите, казалось бы, четыре детальки, а вот есть утяжины, да? На каждой стороне есть утяжинки. Их тоже по-нормальному надо бы зашпаклевать, заделать. Но, опять возвращаемся к пункту 1. Здесь будет у меня скатерть. И эту фигню, видно, не будет тоже. Поэтому, я и с ним ничего делать не буду. Оставлю как есть. И ножки. Блин, ну, ножки, вот придется. Видите, везде есть место стыка пресс-форм. И надо убирать на всех четырех ножках. Тут уже, конечно, никуда не денешься. С этим надо будет позаниматься. Ну, вот он, как бы, стол готов. Вот так он выглядит. С ножками, конечно, здесь тоже. Ну, мне не нравится то, что нет каких-то, как бы так сказать правильно, элементов фиксации, что ли, ножек. То есть, мы их тупо просто так вот ставим. И непонятно, то есть, как бы углы надо самому выставлять. Четыре ножки достаточно тяжело, чтобы все было и в вертикали, и по горизонтали. Чтобы они все были как-то одинаково, не заваленные. То есть, здесь немножко недоработано. Не очень продуманное крепление этих ножек. Вернее, скажем, вообще не продуманное. Я бы делал по-другому. Ну, да ладно. Значит, сам столик у нас, как бы, готов. Теперь, чтобы закончить с ним подготовительную работу, нужно сделать ему скатерть. Скатерть я буду делать, если такой вот бумаги от гамбургера. Я так прикинул, примерно размер нам нужен 6 на 6. Одну часть пыли отрезал, он не включил камеру вообще. Короче, как бы это я. Немного рассеянный. Вот такой у нас кусочек получился. Итак, вот покрыл я, сделал на наш стол скатерть. Она еще, видите, подсыхает, мокрая в одном месте. Пускай сохнет дальше. Значит, вот так вот оно все у меня выглядит. Хочу сказать, что просто теплой водой и мылом не особо у меня получилось. Из-за формы, как-то оно на кувер-лей все установилось. Не хотелось опускаться эти, как бы, полы этой скатерти. Поэтому пришлось еще это все дело смочить смесью воды и клея ПВА. Ну, это пускай он сейчас еще хорошенько просохнет. Потом я вам покажу подробнее. А сейчас мы займемся стульями. Напомню, что их в этом наборе всего два. Два стула и будут у меня возле этого стола стоять. Каждый стул состоит из пяти деталей. Один я вам показал, да. Сейчас я зачищу, соберу. Ну, а второй стул я уже буду собирать сам по себе, без вас. Ну что же, вот такой вот комплект из обеденного стола и двух стульев у меня получился. Теперь, в принципе, можно это грунтовать и красить, чем, собственно, я и займусь. Друзья, значит, смотрите, ситуация какая. Как бы все прекрасно, все замечательно. Сделал я стол, там эти два стула. Решил поставить, примерить, как оно будет выглядеть. И тут я вспоминаю, что стекла-то у меня, вернее, окна у меня не застеклены. И заниматься всем вот этим, как бы, рановато, потому что, если я сейчас все покрашу, поставлю, а потом к стеклам не доберусь, поэтому я все бросаю и занимаюсь остеклением. Итак, я застеклил первый этаж. И сейчас покажу, вот так вот, должно быть, видно. Нанес самотельной декали в виде слоников. Так как это кафе LeFont. Вот, еще там такая небольшая пасхалочка к фильму «Семнадцатом мгновении весны». Есть, конечно, минус. Какой минус, видите? Но вот, в середине слон более матовый, чем само стекло, потому что, ну, такая технология производства этих декалей. И, естественно, видите, как бы, плохо видно, надо что-то решать. Но, здесь у меня еще одна проблемка вот в чем. Смотрите, если смотреть изнутри, ну, сейчас вот так вот, видите, как оно смотрится. Смысл такой, что, видите, сама декалька, получается, она налезла и на раму окна. То есть, по идее, как бы, такого быть не должно. То есть, я так подозреваю, что эти рисунок должен был быть нанесен на стекло. И снаружи это, как бы, нормально видно. А изнутри это, как бы, такой косячок. Такого быть не должно. Опять-таки, как вы заметили, если сзади беленькая подложка, их видно лучше, чем, когда этой подложки нет. Поэтому я решил здесь, с этой стороны, изнутри, сделать небольшую такую шторку, как в поезде, например. На полокна. Я, если вы заметите, вот уже дырочки приготовил. С одной, с другой стороны, здесь будет натянута такая проволочка, на ней будет висеть шторка. Что нам не даст? Во-первых, сзади шторка будет полностью закрыта. И, смотря изнутри, мы не увидим этих слоников. Не увидим, что здесь косяк, и они заходят за... Ну, нарисованы на раме. Этого мы не увидим. А спереди, получается, здесь будет у нас белая шторка с обратной стороны. И она будет, как бы, давать контраст этим слоникам. Их будет видно с этой стороны достаточно хорошо. Друзья, вот так вот у меня получилась шторка. Из кальки, грубо говоря. Вот так вот она выглядит изнутри. Если вы не знаете, что такое унылое говно, так это вот эта шторка. Яркий представитель класса унылое говно. Мне не нравится, мне очень не нравится. Знаете, как бывает на душе? Что-то лежит, что-то не лежит. Это точно не лежит. Поэтому сейчас я с этим распрощаюсь. И будем делать шторку, кажется, попытка номер два. Да, раз я прикупил вот такой бантик. Попробуем сделать из него. Типа как тюль, не тюль, что-то такое будет висеть. Друзья, покрасил я проволочку в белый цвет, на которой будет держаться наша шторка. А сама шторка, вот видите, она в полтора раза больше нашей палки. И после того, как я повешу, она соберется в такие вкладочки. Вот так в теории. Посмотрим, как будет на практике. И здесь, как видите, я... Вернее, не я, а спасибо моей жене. Моя жена здесь прошила, что можно было завести. Ну, я думаю, что будет нормально. Ну и вот по итогу, какая получилась у меня шторка. Хочу сказать, не самая плохая шторка. Мне нравится, по крайней мере. 100 очков вперед дает тому, что было перед ней. И я думаю, что, наверное, оставлю все как есть. И будем продолжать за шторой. Вопрос закрыт. Что же, друзья, буду пробовать красить стол. Буду красить без грунтовки. Попробую красить темпорой. Значит, скатерть у меня будет белая. Но хочу немножко добавить черненького, чтобы она была не белоснежно-белая. Для того, чтобы потом чисто белый, можно было высветлить кое-какие складки по бокам. Чтобы было более ярко, контрастно. Так, покрасил я, помимо скатерти, еще ножки в стола. И в том, что это прямое доказательство того, что мой канал канал для ленивых модеристов. Потому что, тадам! Видите, здесь только ножки покрашены. Естественно, здесь будет еще смывочка на ножках, чтобы было повеселее. Но так, в принципе, я вот это красить и не собираюсь. Его видно не будет. Смысла? Смысла нет. Друзья, в очередной раз взял на себя такую ответственность разделить ролик на несколько. В этот раз даже не на два, наверное, даже на три будет. А может и на больше, посмотрим. Дело в том, что я не хочу, чтобы они были уж слишком большие, чтобы не напрягать ни себя, ни вас. Поэтому я принял такое волевое решение на этом этот ролик окончить. Но призываю вас следить за будущими обновлениями на канале. Так как то, что вы увидите в следующий раз, будет на порядок интереснее, чем сегодняшний ролик. Сегодня это было так, разминка. А дальше будет, на мой взгляд, эпично и интересно. Ладно. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока. Вот так. Дружно и бессмысленно скоротали время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова